Первый куплет буду исполнять я, второй со мной исполнишь ты, сказала Анна. Серьезный был подзатыльник, свыше данных. Это было крещение. Тот ли это ООН? То ли это ООН? Что вот сейчас чувствуешь от этого момента? Грешу иногда. Такой муравейник, вот такой мегаполис, это для тебя. Ты им посылаешь песню, они тебе не отвечают. Ты бьешься туда, они закрывают перед тобой дверь. Я просто уйду. Ты думал хотя бы раз сбежать из России, сбежать за океаном? Там ты вообще, то есть ноль полный. Очень много было совершено ошибок по молодости. Вот оно настало, возвращение непобежденного и непобедимого. Я один остался, Панаютов. Сегодня у нас в гостях замечательный музыкант и артист Александр Панайотов. Здравствуй, Саша. И огромное спасибо за эту возможность познакомиться с тобой поближе. Здравствуйте. На самом деле, ты уже не единожды всей стране, да и не только всей стране, показал и доказал на своем примере, что таланта свыше, его все же мало для того, чтобы артист был популярен, востребован и у всех на устах. Все же нужно какое-то стечение обстоятельств, нужно, конечно же, просто какая-то титаническая работа, да и не только. Вот если можно, маленький экскурс в историю для наших всех зрителей. Я очень быстро расскажу, что я помню этот момент прекрасно, как Лариса Долина, которая сидела в жюри конкурса, где ты себя очень классно проявил. Она сказала, что я хочу записать песню «Лунная мелодия», первый куплет буду исполнять я, второй со мной исполнишь ты, сказала она. И тогда, как мне кажется, вся страна подумала, что это было крещение, вот это было просто благословение тебя на долгий, хороший, творческий путь. Но несмотря на всю проделанную работу тобой за все эти годы, да, работа была, были песни, были клипы, тем не менее наблюдалось, вот веяло как-то холодком, наблюдалось какое-то затишье. И тот самый медийный вакуум, о котором ты говоришь, он дал тебе возможность, Саш, привести себя в форму, привести мысли в порядок, да, себя внешне, как-то преобразовать над творчеством, поработать очень плодотворно, и заявить о себе громко во весь голос, как мы любим говорить. Вот оно настало, возвращение непобежденного и непобедимого. Саш, что почувствовал, что вот сейчас чувствуешь от этого момента? Я имею в виду, есть какие-то сожаления об упущенном времени? Или все же научился принимать с благодарностью то, что было и то, что есть? Ну мне же пока еще не 70 лет, чтобы думать, что вот у меня столько все в 70 началось. На самом деле замечательный возраст, возраст Христа, 33 года, когда ну такой в самом усаку, можно сказать, когда еще есть силы, и есть куда самое главное расти. То есть я считаю, что все, что ни делается, все к лучшему, и я нахожусь именно на том этапе, на котором нужно находиться в данный момент. Я считаю, что вот эти вот моменты затишия у меня были не просто так, и для чего-то они мне были даны. Безусловно, работа над ошибками была сделана. Очень много было совершено ошибок по молодости, были какие-то большие юношеские амбиции, максимализм какой-то, который, видимо, и привел к каким-то таким последствиям, когда я, собственно, и стал нигде, и продюсер мой тоже как-то вот ушел от продюсирования меня, и как-то все вот так вот сложилось, что я остался вот как-то вот сам с собой. Это тоже неплохо, это дало мне какой-то такой урок, прежде всего, и много песен мне дало это время собственных, новых, своих, и свою аудиторию я стал создавать. И воспитывать. В общем, как-то так. Потом вот этот голос пошел, я пошел на этот голос, я решил, что надо возвращаться в медийное пространство, и возвращаться нужно было громко, и как-то внезапно. И я подумал, что этого от меня никто не ожидает, потому что я уже для всех такой уже артист, артист, который вроде бы и есть, а вроде бы и тебя и нет. Ну, все мы прекрасно понимаем, что ничто так не надламывает артиста, как некая невостребованность, да. Я не очень люблю это слово, говорят, забвение. Я не понимаю, о каком забвении говорят, если творчество было, и песни были, и клипы были. Да, но, понимаете, оно было в такую, как будто в никуда. То есть, ну, были какие-то там горстка людей, которые там что-то слушали, которые следили, которые преданно там были. Но, по сути, все каналы, все радиостанции, они как будто игнорировали тебя, не исключили тебя из всех списков всевозможных. Ты им посылаешь песню, они тебе не отвечают. Ты бьешься туда, они закрывают перед тобой дверь. И ты постоянно ощущаешь себя каким-то, какой-то тенью, знаете, как будто тебя нет вообще. Игнор – это хуже ненависти. Для меня это самое страшное чувство. Они делали все, чтобы я сам поверил в то, что я ничто и никто. И это, знаете, когда это месяц происходит, два, год, ты уже начинаешь сомневаться, думаешь, господи, действительно, может, я вообще уже как-то… Но нет, 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 я не давал себе, конечно, так сильно опускаться на это дно, потому что я все время знал, что у меня всегда были люди, которые мне как-то надували паруса, и все время там говорили, что ну подожди еще, подожди еще чуть-чуть, надо подождать, и все будет. Да я и сам, собственно, знал это. В одном из твоих давнишних интервью я заметила о том, что ты очень любил Нью-Йорк. Говорил о том, что вот такой муравейник, вот такой мегаполис – это для тебя. Вот мне интересно, за все эти 5-6 лет ты думал хотя бы раз сбежать из России просто и, возможно, сбежать за океан? Ну, конечно, думал я, но, опять же, знаете, достаточно один раз побывать в Нью-Йорке, чтобы понять, что, ну, если уж в Москве ты там не особо кому-то нужен, то в Нью-Йорке ты вообще, ощущая себя, знаете, человек дождя, который никто тебя там не видит, не слышит, там ты вообще, то есть ноль полный. То есть в Нью-Йорке при всей своей тогда популярности, когда я там был, у меня было такое чувство одиночества и вообще никому не нужности, и такой какой-то вообще вот катастрофически не хватало мне. Вот там вот как-то все вот так вот, то есть. И, конечно, там бы я вообще сошел с ума. То есть в Москве, конечно, я безумно люблю Москву, для меня это самый главный любимый город. Вот я очень люблю, потому что я там уже здесь живу, 15 лет, и для меня это очень тоже такое знаковое место. Конечно, Москва – это мой город, город, где 24 часа сутки можно найти все, что угодно и кого угодно. Нью-Йорк, конечно, не такой, но тоже близкий мне по духу, поэтому, возможно, когда-нибудь, я, может быть, когда уже стану старым, перееду туда. Ну, хорошо, но с Нью-Йорком все равно связано, и такое довольно знаковое событие. Тебе удалось выступить на сцене Генассамблеи ООН. Да, было делать так. Хороший факт из жизни. Расскажи, как это произошло. Мне позвонил Михаил Швыдкой и предложил поехать выступить в ООН. Я вообще долго сомневался, то ли это ООН, то ли это ООН. А спрашивал, почему ты? Конечно, спросил. Он говорит, ну, а кого еще? Возможно, это была такая отмазка, потому что многие, может быть, я не знаю, артисты какие-то гонорары запросили. Я же поехал просто туда для того, чтобы вообще, в принципе, выступить на этой сцене и с этим оркестром. Для меня всегда это очень важно, где я выступаю и с кем я выступаю. Тем более, это оркестр Лунстрома и такая сцена, и такая дата, и такой повод, и такой город. Вот, почему бы не поехать? И, конечно, я поехал. Теперь каждая в моей истории, в моей биографии есть этот зал, эта сцена. Не каждый таким может похвастаться. Вот, наверное, ради этого я поехал, для того, чтобы было что вспомнить. Повышается ли градус ответственности и волнение, когда стоишь на такой сцене, когда выступаешь на таких событиях? У меня нет такого подразделения на сцены. То есть для меня любая сцена – это очень важно. Как бы это ни звучало помпезно, это правда для меня, что маленькая сцена, что большая, у меня нет каких-то… Конечно, когда говорят, что в зале сидит президент и там весь антураж создает, подогревает эту атмосферу, там куча кордонов, куча охраны, все там бегают. Естественно, ты сам уже немножко волнуешься. Волнуешься. Коленки трясутся? Ну так, чтобы тряслись, у меня нет такого. То есть я выхожу и делаю свою работу, я знаю, что мне нужно сделать ее хорошо. И я знаю, что это пойдет потом в YouTube и останется там навсегда. На растерзание. На растерзание, да. И мне очень важно не оставить какой-то негативный след в истории, а очень важно как-то хорошо себя показать. И как-то я знаю, что это следующая ступень. Ну то есть вот такие вот события, как ООН, как вот этот фестиваль молодежи и там в дальнейшем будут такие громкие площадки. Это все-таки звенья одной цепи. Мне очень важно, чтобы это все выстраивалось в какое-то такое колье красивое, знаете. Вот так вот. Ну и этого всего бы не было наверняка, если бы не определенный случай из твоей жизни, о котором ты также рассказываешь. Это своеобразное свидетельство, потому что случай из-за разряда сверхъестественного. То, что с тобой произошло, оно повлекло за собой твое перерождение. Ну про аварию, наверное. Ну да, было. Я, конечно, не могу сказать, что я пытался все время как-то связать одно с другим, потому что я вообще в принципе такой человек, что я из-за всего делаю какой-то вывод. То есть все, что не происходило в моей жизни или не происходит, я как-то пытаюсь понять, почему это происходит. Для меня это всегда очень важно и всегда первично. Я пытаюсь какие-то делать анализы, работу над собой. И когда живешь, 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 и тут бац, вот происходит такое событие, как авария. Очень сильное, очень серьезное. И, конечно, жизнь могла оборваться на тот момент, но почему-то это все произошло как-то достаточно безболезненно для меня. Кроме там сильного потрясения и состояния шока, от которого я выходил там в течение полугода. Вот. И для меня это очень такой серьезный был подзатыльник свыше дан. И, ну, видимо, до сих пор я как-то делаю выводы из этого события, помню о нем всегда. И всегда у меня там галочка стоит, что вот это вот было и для чего это наверняка было. В общем, какие-то выводы все равно я сделал. Да, безусловно. А скажи, пожалуйста, а как еще ты ощущаешь какое-то воздействие или какую-то поддержку свыше? Меня всегда ведет кто-то сверху. Я всегда это чувствую, я всегда это ощущаю на себе. Я не знаю, как это объяснить и как это делается. Это можно отрицать, можно принимать, но я это точно знаю. Я это абсолютно, на 100% чувствую. И не знаю, куда это все приведет. Я знаю, что вот какая-то миссия на мне возложена и какая-то история со мной, она не просто так. Все, что происходит со мной, вообще все, что в моей жизни происходит, все не просто так. Весь мой путь, а именно как артиста. Я сейчас именно это подчеркиваю. Он изначально какой-то, как будто кем-то придуман. То ли я в это сильно верю, то ли я это сам сильно рисовал. Я это знаю, что как бы так не бывает. И какая-то мистика все равно происходит в связи с этим. Поэтому какое-то покровительство свыше я ощущаю, если вы так спросите. А как рождаются твои песни? Тебе нужно вообще, не знаю, ложиться с диктофоном? Или как это вообще происходит? Это в тяжелых трудах, это в муках? Или это буквально вот как дуновение ветра? По-разному. Конечно, зачастую это такие затяжные роды. Я это называю родами, потому что это прям действительно как роды для меня. Я могу песню одну рожать до года. Могу написать куплет, вернуться через год и дописать ее. Могу за один вечер написать, к примеру, песню и текст. Самое сложное – это текст для меня. Насколько музыка. Ну и музыка сейчас тоже очень сложная. Очень сложно не повторяться. Очень много сейчас песен вокруг. И все друг друга как бы так заимствуют, скажем так. Мне уже всегда очень хотелось сделать какой-то более такой авторский, не похожий ни на что материал. И ты скажешь, мне делать все сложнее и сложнее. Все равно ты чем-то восхищаешься, чем-то вдохновляешься, что-то слышишь и какие-то аккорды гармонии берешь от других. Ты не единожды подчеркивал, что для тебя очень важна финансовая стабильность. Но если мы говорим о творчестве, мы же понимаем, что зачастую, вот если речь идет о творчестве, то здесь будущее, оно не предрешено, как говорится в одной картине, да? Потому что, ну не знаю, насколько это может быть стабильно. А если мы уже говорим о каком-то конкретном коммерческом продукте, то это хоть какой-то гарант. Вот у тебя сейчас на весах что? Творчество или финансовая стабильность? И есть ли еще такой выбор сейчас? Мне 33 года, и я понял, что мне, конечно, сейчас необходима финансовая стабильность, безусловно. Потому что мужчина к этому возрасту, либо он что-то уже что-то имеет, либо, конечно, уже пиши пропал. И я, конечно, в один момент выбрал для себя финансовую стабильность, и поэтому я, собственно, и сделал какие-то шаги, не свойственные мне на тот момент. Я знал, что это гарантированно приведет к какому-то возвращению финансов в мой карман, как-то к какому-то более-менее стабильному состоянию. Но если вы спросите так глобально в целом, то, конечно, стабильности до сих пор я не ощущаю никакой, потому что это как вот есть, так и за завтра этого может и не быть в один момент. Для этого нужно, чтобы это было стабильно реально, нужно много-много трудиться и работать, и проходить вот это все нон-стопом, как бы не выпадать из обоим этой рабочей. Это крайне тяжело делать. Такие, знаете, такие забеги на дальнюю дистанцию такую. Поэтому никогда нельзя останавливаться. Если ты уже ступил на этот шаг, в этот марафон, то будь добр, пожалуйста, работай. Саша, в 2015 году режиссером Робертом Родригесом и актером Джоном Малковичем был создан фильм, который они покажут через сто лет. Ну, не совсем они, конечно. Через сто лет пройдет премьера этого фильма. Да вы что? В 2115 году они поместили этот фильм в капсулу, как они сказали, спрятали в доме Людовика XIII во Франции. Гениально. В общем-то, на время сохранили. Скажи, если бы у тебя была такая возможность спрятать в капсулу времени определенную песню, которую ты наверняка знаешь, что через сто лет точно так же будут слушать? Что бы это было за песню? Свою песню? Любую. Любую песню. Какую песню ты считаешь вне времени, бесценной? Таких много песен, я считаю. Тогда давай туда, весь альбом. Не, много песен. Я бы, конечно, сделать такую подборочку своих самых любимых песен. Хорошо, пятерка. Вот пятерка. Я по исполнителям, я не по песням, я вам скажу. Конечно, это была бы Шаде, безусловно. Это был бы Джордж Майкл. Это была бы Алла Пугачева. Ранее или... Ранее, ранее. Это был бы Майкл Джексон. И это был бы Стиви Вандер. Вот моя пятерочка. Ну, хотелось бы, конечно, если это запустить в космос, там, в какую-нибудь, не в капсулу, а чтобы там это летало где-то там, и кто-то, может быть, это нашел когда-нибудь. Ну, и вопрос, который так или иначе, все равно тебе задают, тема, которую с тобой обсуждают, тема семьи. Почему? Потому что ты сам задал такой темп. Ты сказал, что хочешь пятерых детей, дом у водоема, две собаки, одна кошка, красавица, жена, и еще, чтобы фанатела тобой, чтобы тобой восхищалась без конца. Конечно. Хорошая схема, красивая картинка, но она ведь требует полного посвящения вот этому всему. В семью? Не обязательно? А вот расскажи, пожалуйста, мне было интересно послушать человека, который так любит сцену, для которого сцена святое место. Вот она, наоборот, требует, эта сцена, эта картина требует больше посвящения в работу, чтобы это все содержать. А, прокормить, ну это финансовая стабильность опять. Наоборот, конечно, если пять детей, дом у водоема, там, восемь собак, то это нужно все кормить как-то, для этого нужно много работать. Ну, а нет страха пропустить детство детей? Да нет, я артист, я понимаю все минусы и плюсы своей профессии, я понимаю, что, конечно, невозможно сидеть 24 часа в сутки с детьми, с семьей, нужно это все содержать и работать. Вот есть пример Григория Лепса, то же самое, четыре ребенка, большое хозяйство, куча людей, которые работают на него, жена красавица, и он-то все содержит и ездит по гастролям. Я тоже беру, конечно, с него пример, потому что содержать такое количество всего, что у него есть, для этого нужно очень-очень много работать, что он и делает, в принципе. Потому что жена его, мне кажется, видит там два раза в год, на праздники, а все остальное... Ну вот о счастье уже с женой бы тогда поговорить, Григория Лепса, потому что, ну хорошо, а для тебя семейное счастье, это что? Каким оно должно быть? Очень тихим, очень тихим и ненавязчивым, не хочется никаких навязчивых отношений каких-то, какой-то... Я достаточно такой тихий человек, для меня главное, чтобы меня никто не трогал, не пилил. Если меня кто-то что-то будет давить, либо я уйду, либо все уйдут, понимаете, с этого, с поля зрения. А если их будет пятеро, и все давят, и все требуют? Я не навсегда, не думайте, что я могу оставить там своих детей, безусловно. Я просто уйду ненадолго. В себя. В себя, к себе, куда-нибудь там, в свою берлогу. Мне очень важно иметь собственное пространство какое-то. Подожди, так ты для себя их хочешь? Конечно, для себя, для себя, безусловно. Или для общества, для мамы? И для общества, и для себя, прежде всего, для продолжения рода. И мне это очень важно, и очень нужно. Почему? Ну, потому что я один остался, Панайотов. Мне хочется какого-то продолжения. У меня особо такое бабье царство почему-то так осталось только. Поэтому мне надо как-то выруливать эту ситуацию. Фамилия Панайотов, она тебе ценна не только потому, что ты один, единственный, считай, остался продолжатель этого рода. Сама фамилия, она тебя связывает с твоим же любимым исполнителем. Да. Вот понимаете, как это тоже произошло? Как это произошло? Я об этом узнал гораздо позже, чем полюбил этого исполнителя. Ну, Джордж Майкл и Джордж Майкл, я же никогда не знал, что это, оказывается, псевдоним. Я только уже там в каком-то более осознанном возрасте, когда уже появился у меня интернет, и я стал изучать его биографию, я так, что, как? Когда я увидел вообще, что за фамилия, я подумал, как это может быть? Это какое-то чудо, как это происходит? Да, и вот так вот мы, и потом какая-то газета делала даже расследование, оказалось, что у нас действительно какие-то есть вообще корни, и один народ идет там от греков. Чтобы наши зрители понимали, Джордж Майкл это не Джордж Майкл, это Джордж Панайотов. Георг Гюс Панайоту, да, Кириакаста. В общем, короче говоря, вот такие вот даже бывают совпадения. Говоря о детях, я не могу не отметить тот факт, что проект «Голос» имеет очень хорошую традицию. Участники «Голоса» выезжают и общаются, и дают концерты онкобольным деткам. У тебя тоже была такая практика. Да, выезжал, пообщался, увидел своими глазами, и, как ты написал, опять же, в соцсетях, какое-то время отходил. Да. О чем думалось? Вот об этом все и думалось. О справедливости, о несправедливости, о том, что там, ну, почему так, почему так вообще, в принципе. Это очень произвело большое впечатление на меня. Я такой очень мнительный человек. Когда, конечно, с этим не сталкиваешься, ты не думаешь об этом. Но когда ты видишь это все воочию, ты понимаешь, что, блин, ты как-то, блин, и живешь, и играешь там в свои игры какие-то дурацкие, а жизнь-то вот она бывает и такая, конечно. Поэтому иногда это очень, очень так приводит в тонус, скажем так, такие посещения, такие мероприятия. Это очень полезно. А как ты думаешь, сострадание и вот это рвение сделать что-то доброе и хорошее, оно приходит как раз мы, когда мы видим что-то подобное, да, какую-то, возможно, на первый взгляд, несправедливость, да, кто-то в этом видит иной смысл. Или все же это либо есть в человеке, либо этого нет? Ну, конечно, это нужно видеть. Я знаю, человек так устроен, что когда он видит, он больше понимает. Когда он просто где-то слышит вдалеке о ком-то, о чем-то, то он думает, ну, у меня это не касается особо. Это нужно ощущать, это нужно видеть непосредственно. Тогда какие-то просыпаются все-таки другие немножко рецепторы. Поэтому, конечно, нужно это все видеть. Я всегда рад, когда там то или иное событие освещают по телевизору, когда призывают людей там отправить какие-то смс-ки, какую-то благотворительность. Это нужно показывать для того, чтобы люди не забывали, что реально за всем этим бегом, за наживой еще и существует другая жизнь, когда можно там помочь тому или иному человеку. Поэтому вот так вот. Ты сам помогаешь? Ну, конечно, да. Но не говоришь об этом. А зачем? Кому это интересно? Несмотря на то, что ты говоришь, что человек закрытый, тем не менее, очень многое ты транслируешь в соцсети. А в соцсети сегодня практически все. И в числе твоих каких-то интересных изречений и цитат я нашла, что музыка для тебя — это саундтрек жизни. Как сегодня звучит твой саундтрек? Да никак. В тишине. Я сейчас стараюсь меньше слушать музыки. Да такие парадоксы, понимаете? Когда музыки в твоей жизни становятся больше извне, внутрь ты пускаешь в себя минимум как-то. Вот как-то так. А раньше, когда ее не было, там на сцене, она там была редкостью, в обычной жизни я впускал в себя гораздо больше музыки. Как-то находился в постоянном поиске новой музыки. А сейчас я постоянно произвожу музыку на сцене, допустим, пою, но в обычной жизни стараюсь меньше слушать. Потому что, во-первых, слушать стало нечего. Меня уже редко что удивляет. И мне приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы найти что-то, то, что действительно зацепило. Хотя каждый день что-то сейчас издаются, какие-то новые релизы. Но все одно и то же. И что-то действительно такое глобальное, важное, что может меня зацепить. Я бы там углубился в процесс редко. У меня есть мой любимый плейлист, который был когда-то создан не так давно, но уже и давно. Это все копилось, эти штучные отобранные песни. Вот у меня мой любимый плейлист, и я вот снимаю так периодически хожу. Но музыку стараюсь сейчас слушать реже, потому что очень большой объем информации, который очень тяжело я сейчас перевариваю это все. Ну и финальный вопрос нашей программы, мы задаем его всем абсолютно нашим гостям. Ты не исключение, прости. Да. За что больше всего в жизни ты благодарен Богу? Да я вообще благодарен Богу. Я вообще в принципе благодарен Богу, потому что мне очень многое дано, то, чего многим не дано. Я, конечно, понимаю, весь груз и всю ответственность на меня возложена. И я безумно принимаю и благодарен, потому что многие не имеют такого таланта, как у меня. Многие не способны видеть то, что могу видеть и ощущать я. Я не раз мне это дано, я должен это как-то благодарно и благородно нести и сохранить. Хотя грешу иногда. Иногда забываю об этом. Иногда чувствую, что так и должно быть. Но вовремя я себя отдергиваю и понимаю, что это аванс, большой аванс, который мне дан. И он, конечно, не бессрочен, безусловно. И пока у меня есть такая возможность, я должен его хранить и как-то более аккумулированно это все дарить людям. Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо тебе за твою откровенность. Спасибо тебе за то, что ты настоящий. Не только на сцене, но и за кризисами. Всегда рад. Спасибо. 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 Продолжение следует...